Проводили непосредственно несколько этапов тестирования. Выбирали по, наверное, четырем составляющим. Первое, мы очень смотрели на то, насколько система DLP распознает русский синтаксис и речь. В том числе нас интересовала транслитерация, потому что у нас используются и английский, и русский, и иногда наши коллеги общаются на транслитерации. Второй момент, который мы смотрели, это то, чтобы система DLP работала не только как локатор и какие-то датчики, говорящие о том, что что-то свершилось. Там должны были быть активные функции по предотвращению утечки информации. Третий параметр, который мы смотрели, и, наверное, он будет присущ многим компаниям, это то, что у нас были определенные ограничения с точки зрения инфраструктуры, IT-инфраструктуры, и мы не могли себе позволить капитализировать много в инфраструктуру в связке с DLP. Поэтому смотрели этот показатель. Четвертый показатель — это то, что система DLP работает в основном как агенты локально на рабочих местах. И вот эта работа локально не должна была приносить дискомфорт в рабочих процессах конечных пользователей. Поэтому мы собрали несколько решений, посмотрели поочередно, тесты примерно выставляли одни и те же, чтобы была общая картина, но некоторые функциональности не совпадали, где-то было чего-то больше, где-то меньше, поэтому таблица не была такая однозначная. Продолжение следует...